Сегодня и навсегда ты, рабыня моя, ты, околдованная, ты изыдешь и дашь мне третий артефакт, и артефакт мне вернешь... Ирина, что происходит? Черт, я только сейчас пришел, я не понимаю, что с Ириной происходит, она лежит в сербской леди. Дима? Да, да, да. Ребята, всем привет. Что происходит? Я сейчас все расскажу. Подожди. В общем, ребята, в предыдущем видео я сделала куклу Вуду на сербскую леди. Она жила и вселилась в меня. В общем, я очень смутно все помню, я помню, что я потеряла сознание, и я так и не нашла третий артефакт сербской леди, который мне необходим для того, чтобы освободиться от ее проклятия. Ребята, третий артефакт внутри сербской леди. Так она сказала мне, когда звонила в 3 часа ночи. И сегодня мы обязаны разрезать ее и достать третий артефакт. Чувствую я себя отвратительно, но просто так мы не достанем. Я не знаю, что с ней. Она, возможно, может даже вселиться в меня. Друзья, ладно, не будем оттягивать. Перед началом обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать все серии про сербскую леди, а также поставьте лайк и напишите самый крутой комментарий, потому что именно он попадет в мое видео, как этот. Друзья, и не забывайте включать VPN, и также я всех вас жду в своем телеграм-канале Ирина Ясинская. Так, нам необходимо для обряда свечи. Я надеюсь, что сегодня у меня получится достать этот третий артефакт. Опять же, напоминаю, кто мои новые подписчики, кто только пришел ко мне, кто только... Кто не знает, то у нас первый артефакт был найден, проклятая пианино. Второй артефакт, гадальная монета. Вот она, ребята. Сейчас я ее поближе покажу. Она yes и no с разных сторон. При помощи нее можно задавать какие-то вопросы. Как вы знаете, еще что по картам можно. То есть черная означает, что нет, а красная карта означает ответ да. Также у меня есть руны. Вот, господи. У меня есть руны магические, которые тоже предсказывают будущее. Они настоящие глиняные руны. И сегодня мы, возможно, будем ими пользоваться. Итак, мы зажигаем последнюю третью свечу. Перед обрядом разрезания необходимо подготовить сепскую леди. Необходимо подготовиться мне самой. Она у меня уже связана, поэтому я считаю, что все должно получиться. Сейчас в предыдущем видео просто она у меня бегала по квартире. Это была полная жесть. Сейчас я надеюсь, что она связана и никуда не денется. Очень она жуткая. Так, ладно. Я произношу заклинание, ребята. Из-за них света и тьмы. Я не знаю, кто тебя найти. Внутри тебя находится артефакт. И оно важно в той же исполнении. Из-за проклятой неба и земли. Покажи мне, покажи, покажи мне, покажи. Покажи, открой дорогу, покажи. Покажи мне артефакт твои на том, и я не причиню тебе власть. Покажи мне. Мне необходимо наладить контакт с куклой Вуду Сербской Леди, но сделать это как можно аккуратнее. Поэтому, ребята, у нас здесь с Димой вот такой вот прибор, который погружает нас в потусторонний мир. Для того, чтобы увидеть, не видное обычному человеческому глазу. Он открывает портал на определенной частоте. Это что-то типа проектора, но проектора в потусторонний мир. Поэтому сейчас Дима мне покажет, как он включается. Где-то вот здесь вот защёлочка, да? Да. Так. Не работает. А, его нужно подключить. Сейчас. Секунду. Всё, мы не наладили. Всё, мы не успели, но сейчас всё будет, ребята. Сейчас подключим. Ему к сети. Потому что, вы знаете, даже в потусторонний мир можно пробраться и через электричество. Вы знаете, что когда происходит какая-то мистика, то обязательно начинает моргать свет. И обязательно начинает он гаснуть или что-то. Потому что именно по вот этой электрике бегает... Пошло, пошло, пошло. Так, 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 загружается. Так, Дим, смотри. Теперь я должна сказать специальные слова, чтобы портал открылся. Портал не видим, мы тебя откроем в потусторонний мир врата. Портал не видим, мы тебя откроем в потусторонний мир врата. Портал не видим, мы тебя откроем в потусторонний мир врата. Так, ребята, я надеюсь, что у нас все получилось. И теперь нам необходимо направить портал... Господи, господи, какой кошмар. ...на сербскую леди. Смотрите. Я направляю портал на сербскую леди. Полностью теперь на лице. Портал работает. И теперь можно приступать к обряду разрезания. Итак, давайте спросим нашу проклятую монету. Готова ли сербская леди к обряду? Итак, мы подбрасываем ее обычно кверху. И она отвечает на вам вопрос. Готова ли сербская леди к обряду? Да. Монета отвечает, что сербская леди готова к обряду. Но я еще толком не уверена. Поэтому я обязательно еще брошу руны. Обязательно и спрошу у них. Готов ли потусторонний мир впустить меня и увидеть невиданное глазу? Да. Посмотрите, здесь на римском. Если собрать буквы, то написано «Готово». Все. Начинаем обряд. Потусторонний мир открыт. Все, что вижу я, вижу только я. Все, что видишь ты, видишь только ты. Открой всем глаза. Открой всем врата. Пусть все увидят тебя. Пусть все увидят тебя. Сегодня и навсегда. Ты, рабыня моя. Ты, околдованная. Ты языдишь и дашь мне третий артефакт. Ирина, что происходит? Она борется. Она борется из последних сил. Все. Нам нужно торопиться. У нас есть несколько минут для того, чтобы достать третий артефакт, который находится внутри нее. Пока действует сила обряда. И мы ее усыпили. Можно так сказать. Не ее, точнее. А куклу Вуду и душу, которая находится внутри этой куклы Вуды. Внутри этой сербской леди. Итак, Дима, необходимо ее раздеть. Раздеть. Но аж сейчас нам необходимо снять этот проклятое платье, которое я заказывала на запрещенном сайте, чтобы кукла Вуда у меня получилась. Итак, смотри. Здесь у нее разрез. У нее здесь разрез. Итак, Дима. Ребята, я надеюсь, что вы готовы. Прямо сейчас мы достанем третий артефакт и разрежем сербскую леди. Раз, два, три. Артефакт мне верни. Раз, два, три. Артефакт мне верни. Раз, два, три. Артефакт мне верни. Так, все, ребята. Раскрываем ее грудину. Что это внутри? Да, я чувствую его. Это он. Это он. Это третий артефакт. Что там может быть? Я не знаю. Посмотри, как он светится. Он просто горит огнем. Разве такое возможно? Офигеть, он точно такой же, как и само тело сербской леди. Мне кажется, после того, как я достала артефакт, она уже точно не очнется. И нужно будет сжечь эту куклу Вуду или похоронить, закопать ее. Я не знаю, как вы думаете, ребята, напишите в комментариях. А прямо сейчас мы распакуем третий артефакт. Мне очень интересно, что же там. Шкатулка. Старинная шкатулка. Посмотрите на нее. Она выглядит из рисного дерева. Она очень старая. Сейчас я попробую считать, кому она принадлежала. Кому ты принадлежала, расскажи мне, дай ответ. Кому ты принадлежала, расскажи мне, дай ответ. Кому ты принадлежала, расскажи мне, дай ответ. Я вижу девушку. Вижу девушку с длинными русыми волосами. Это ее. Это что-то круглое и очень магическое. Логическое. Сербская леди отобрала у нее это и заточила. Она собирала коллекции из артефактов. Сербская леди давно мертва. Она больше не может ничего сказать. Все, она ушла. Она ушла, ребята. Но мы так много информации узнали про сербскую леди. Оказывается, что она наносила какой-то вред бедным девушкам или людям. Отбирала у них очень важные для них вещи. Давайте же посмотрим, что внутри этой шкатулки. Так, раз, два, три. Обалдеть, поглядите, действительно. Призрак сказал мне, что это что-то круглое. И это что-то напоминающее амулет. Поглядите, ребята, поближе. Он действительно обладает какой-то магической силой, ребята. Я не знаю, смогу ли я его примерить, одеть и что будет. Но я уже руками чувствую просто бомбическую энергетику. Но что там еще, Дим? Там волосы. Погоди. Это чьи-то волосы. Это русые волосы этой девушки. А она собирала их для чего-то. Для чего ей нужны были волосы этой девушки и ее оберег. Я не знаю. Слушайте, это какая-то тайна. Но мы уже нашли три артефакта, которые были у сербской леди. Мы очень близки к разгадке. И мы скоро снимем проклятие сербской леди. Продолжай смотреть все серии на канале Ирина Ясинская. С вами была Королева Мистики. Всем пока.